Здравствуйте! А вы знаете, как в старину хранили мясо в жарких странах? Тогда из мяса готовили каурму, а уж из каурмы готовили все остальные блюда. Вот и сегодня мы с вами приготовим каурму-шурку. Каурму как готовили? Растапливали бараний жир и не спеша обжаривали в этом бараньем жире мясо. Я придумал другой способ. Посмотрите, хорошо разогретый казан, Кусточки мяса можно приклеить прямо вот так, на стеночку. Они прилипают и отличным образом пожарятся. А жира нам практически не надо. Видите, какой дым поднимается? Вот в этом дыму мясо подкоптится. Я закрою крышкой и убавлю огонь на самый маленький. Пускай мясо постоит так минут 30, оно получится восхитительно. Минут 20-25 прошло. Откроем казан, посмотрим, что у нас там внутри. О, как хорошо. Знаете, вот у некоторых, когда мясо прилипнет к соворотке, они стараются его оттирать. Не надо этого делать. Мясо, когда готово будет, оно само упадет. И ведь превосходный результат. Мясо-то зарумянилось, мясо-то запеклось. Осталось сделать не очень много. Вот я посолил, вот я добавил специи, добавил свою любимую зиру. Теперь я укрываю мясо луком. И накрываю крышкой. Еще минут на текло, пускай и лук разлегчится, пускай мясо потушится. Оно уже почти что готово, но еще слегка упружу. Лук уже назолотился, и теперь самое время добавить твердый помидор. Самые обыкновенные, самые простые. Вот сюда, посредине казана. Посмотрите, вот эта вот поверхность казана, она изрядно разогрета, и она покрыта маслом. И мы сюда размножим морковь. И еще раз накроем крышкой, пусть и морковь напечется, и помидоры пожарятся. Всего 5 минут под крышкой, и помидоры пожарились, и морковка пожарилась. И пора заливать казан воду. Воду можно взять и сырую, прямо из-под крана, ничего страшного. Шурпей еще долго не петь, долго набираться настоящего, плотного вкуса. Закладываем на столе ингредиенты. В первую очередь те, которые долго варятся. Вот, например, горох варится долго. Продукты в шурпу кладут по сезону. Вот ранним летом, и тогда весной даже, закладывают вот такой молочной спелости кукурузу. И вместе с кукурузой у нас отправляется айва. Айва тоже замечательно работает в шурпе. Если бы у меня не было ни кукурузы, ни айвы, то я обошелся бы и без них. А пусть я бы в пару сушеных перчиков чили, для того, чтобы аромат появился. И вдруг кому-то острого захочется. Шурпа кипит ровно так, как надо. И самое время опустить зеленьку. Вот у меня есть бодили. И вот у меня есть садовый чабер, который в Узбекистане называют джамбу. Собирают его обычные для цветения. Он плохо хранится, поэтому зимой, поздней осенью так и сушен. Все разнообразие болгарского перца. И зеленый, и желтый, и оранжевый, и красный. Люблю я болгарский перец. От каждого понемножку, у каждого своя нота аромата. Запах шурпы уже появился. Пора закладывать помидоры. Вот эти вот небольшие бакинские помидоры я закладываю целиком, как есть. По одному на каждую порцию. И вот эти небольшие болгарские перцы я тоже заложу целиком. Они не острые, они сладкие. И более того, они бессемянные. Последний ингредиент остался. Картошечка. Вы знаете, многие кулинары в последнее время ругаются на картошку в супах. А я вот что хочу сказать. Да, картошка появилась в Средней Азии относительно недавно. Но уж, коль скоро она прижилась в народной кухне, значит, это хорошо. Но было бы плохо, народ бы не принял. Картошка готова. Значит, и шурпа готова. В каждую косу наливаем бульон, раскладываем один помидорчик, один перчик, один кусочек морковки и доливаем бульоном. Конечно, поверх бульона немного свежей зелени. На плоское блюдо накладываем мясо, выкладываем айву, выкладываем картофель. Одним словом, все, чем богата наша шурпа. Помощь мяса тоже посыпаем свежей зеленью. Просто потому, что это красиво, просто потому, что это нарядно. И в конце концов, приятного аппетита. Субтитры создавал DimaTorzok